Здравствуйте! Это мобильный репортер в студии Алсуя Купова. И в этом выпуске самые сочные и актуальные видеоролики из социальных сетей. В Казани на улице Сибгата Хакима водитель каршеринга сбил двух человек. Водитель, 18-летний молодой человек, нарушил правила дорожного движения, проехал на красный сигнал светофора, сбил двоих парней на пешеходном переходе и задел другую машину. В результате наезда 18-летний и 21-летний пешеходы, которые были братьями, скончались в больнице. Как пишут в интернете, с начала 2023 года число аварий с участием такси и автомобилей каршеринга увеличилось на 15%. А в сравнении с 2021 годом число ДТП выросло на 22%. В Красноярске следователь случайно уличила вора, дело которой она расследует. Сотрудница полиции пошла в гипермаркет и вдруг увидела девушку в маске, которая вынурнула из-под закрытых ставней. Следователь сразу ее узнала. Это была 21-летняя девушка, дело которой она расследует. Воришка пыталась уговорить женщину отпустить ее, потому что, по ее словам, завтра ее все равно посадят. Но сотрудник МВД была непреклонна. Она дождалась хозяйку магазина, куда залезла девушка, и вызвала своих коллег. Настя, стой. Теперь надо стоять. Ты вызываешь это? Да нет, там ничего не было. Все, стой. В Петербурге мужчина срубил к Новому году чужой придомовой можжевельник. Пока творился вандализм, жена с ребенком стояли неподалеку, на Шухере. Любопытно, что злоумышленников на месте преступления поймал прохожий, но почему-то просто пожал мужчине руку. В МВД по Петербургу телеграм-каналу сказали, что заявлений не поступало. Лично я за искусственную елку. Во-первых, для изготовления пластиковой ели не нужно рубить деревья. Во-вторых, она не требует никакого ухода. Поставил, украсил и все. Никакой опавшей хвоей. Ну и, наконец, искусственная елка – это выгодно. Купил один раз и пользуйся много-много лет. До сих пор непонятна ненависть челнинцев к умным домофонам. Но техники достается с незавидным постоянством. Может быть, потому, что домофоны умнее некоторых жителей? Просто разъебу. Я уеду. Я уеду. Следующий видеоролик набрал огромную популярность во всем мире. Пару лет назад семья из Калифорнии обнаружила, что лесные животные пьют из фонтана, который они установили в своем саду. Тогда семья поставила камеры, чтобы узнать, кто именно приходит на водопой. Однажды пришла медведица. Ей так понравилось это место, что она начала приводить туда своих детенышей. Семья решила выкопать для них целый бассейн, чему животные очень рады. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на телеканале Татарстан-24.